Добрый день! Я тут вдруг случайно вспомнила, точнее мне Стас напомнил, что я не разыграла три сумки, которые должны были разыграться еще вчера. Ну, так скажем, фору дала тем, кто не успел поучаствовать, и целые сутки еще была возможность. Итак, сейчас у нас будет розыгрыш. На кону у нас рюкзак, сумочка хамелеон и серебристая сумочка. Да, добрый день! Готовы к розыгрышам? Да, добрый день! Собираемся, еще две минутки вас подожду. Более 12 тысяч комментариев, вот будем сейчас крутить рулетку. Давайте, спасибо! Да, Юрка копит эту прическу, точно! Только давайте без умных комментариев, типа Вовченко могла бы там через приложение сделать, разыграть. Нет, не хочу через приложение, я доверяю своим рукам больше, чем приложение. Поэтому буду разыгрывать так, как я привыкла это делать. Привет! Готовы, да? Слава Богу, сейчас после обновления в Инстаграме не надо открывать, сидеть все 12 тысяч комментариев. Как помните, я раньше в розыгрышах это делала, без конца скрутила вот этот по два часа, когда там все 10 тысяч комментариев открою. Сейчас такого нет, можно прям сразу раскрутить и все, без проблем. Все комментарии открыты. Я экран чуть-чуть приглушу сейчас, чтобы вы видели, что здесь никакой лажи нет. Так, так, бред, вам видно победителей? Да, видно. Да, ну так вы же говорите, дети, копия папа. Есть все-таки у них и от мамы что-то. У нас наканут три сумки, один рюкзак и две сумки. Сломанной рукой крутить? Не, я думаю, я буду здоровой крутить рукой. Все видно, отлично. Так, начинаем. Первую, что мы будем разыграть, что у меня там серебристая сумочка первая была. Вот ее и будем разыгрывать. Я еще на всякий случай, знаете, как запишу, чтобы... Не, ну, я люблю все записывать ручкой. Да, добрый день. Так на меня все дети похожи, я вам больше скажу. Но они так, пополам. Ира, Юра и Вера, они все пополам. И папа, и мама. У нас с Валерочкой есть что-то общее. Так, крутим. Я на третье стоп нажимаю, победителя выбираю. На третье стоп, когда вы скажете, стоп, третье. Да, добрый день. Украина, привет. Я жду от вас три стопа. Стоп, стоп и стоп. На третье стоп я тыкаю стоп один. Добрый день. Два стоп. Три стоп. Стоп, Свики, Лена, спасибо. Вот кто у меня тут на третье стоп. Да, господи. Джулия 1984. Попала под палец третьего стоп. Сейчас я проверю, подписана она на магазин или нет. Потому что это обязательно условие розыгрыша. Слуха клиник. Нет. Пока не вижу. То, что комментарии-то оставить можно, а условие-то у нас главное. Да, вон у меня, да. Кеша все время чирикает здесь. Я его на йогу выношу из комнаты, потому что он перекрикивает меня даже. Нет, это не наш магазин. Сваровский не наш. Так, так, что-то я не могу понять. Подписана у нас участница или же нет? Пока не вижу. Да, подписана. Она подписана. Да, всем привет, извините, что отвлекаюсь. У меня просто этот розыгрыш. Да, подписана на магазин Сибелина, поэтому первый победитель и Джулия 1984 получает сумочку, серебристую сумочку. Я ее поздравляю, собственно, с этим. Молодец. Красивая девушка, я думаю, с удовольствием будет носить эту сумочку. Идем дальше. Дальше у нас... Она, правда, хамелеон хотела получить, Юль, но извините, у меня первая сумка серебристая была. Помните песни, дайте все. Так, сейчас побольше открою сразу вот так вот, чтоб мне пачками... Мне вот чем не нравится, через айфоны... Капец как нужен, да? Сейчас мы рюкзак будем разыгрывать. Единственное, чем мне... Не единственное, мне много чем не нравится айфон, но, к сожалению, мне приходится через Samsung с вами эфир вести, потому что в нем камера хорошая. А через айфон розыгрыш делать. И он тупит постоянно. Как можно вот так долго крутить? Samsung, если крутишь, он сразу, как рулетка крутит. А здесь соображает, тупит, тупит. Вообще, меня удивляет... Ну, собственно, наверное, телефон выбирает каждый сам под себя, как и мужа. Я люблю умные телефоны. Samsung, например. Поэтому я выбираю умные телефоны, умного мужа и все остальное. Но тупых телефонов я не могу. Я его уже скоро, блин, уже в окно выкину. У кого X-овый есть? У кого 10-й айфон? Скажите, только у меня он тупит? Или еще у кого-то? Мои детки отлично. Ирочка с Юрочкой уроки делают, а Вера царица вселенной в саду. Все, понеслась. Только у нас теперь не стоп будет, а три слова рюкзак. На третье слово рюкзак я останавливаюсь и выбираю победителя. Погнали? Кручу. Вот видите, как сейчас он и заново толкать. Вот видите, что он тупит, тормозит. Рюкзак раз, рюкзак два. Рюкзак три. Махимова, спасибо. Сумка мечты, так девушка и написала. Сумка моей мечты. Там Ра... Сейчас проверим, насколько она соблюдала все условия. Магазин. Ищем. Спонсора магазин. Где наш спонсор? Сейчас к вам вернусь. Рюкзак. Уже рюкзак было три слова. Сейчас проверяю второго победителя, чтобы были все соблюдены условия розыгрыша. Они были элементарно простыми. У всех один список, а? Молодцы. Сергей Жуков. Как вам Таня Буланова поет? Говорят, Оля Бузова плохо поет. А Таня Буланова офигенно поет. Вообще певица от бога просто. Мало того, что у нее с речью проблема, так у нее и с голосом еще абсолютная проблема. Так, что-то я не встретила в магазин. Сейчас еще раз смотрю. Второй победитель рюкзака. Сабелина, да. Есть. Ну вот он, черная аватарка, видите? Вот, это аватарка магазина. Девочка молодец. Соблюдала условия, подписана на магазин. И Анна становится вторым победителем, и к ней уходит рюкзак. Вот она, девушка Анна. За ее тоже фиксирую. Поехали дальше? Спасибо, девочки. Да я вот что-то, пока у меня марафон идет, очень мало бы хожу в эфиры, потому что к эфирам готовлюсь марафонским. Там же тоже, знаете, детский сад еще тот, а гиги. Вроде марафон, вроде все понятно, а часто бывает ничего не понятно, и бывают тоже там у девочек какие-то перепалки происходят. Все как в большой семье. Знаете, не бывает же все совсем идеально в семье. У меня тоже бывает. И Юрка пиндалька отхватит, и Вера на маму обидится, потому что мама, видите ли, ей сказала, что зубы иди чистым перестом, а она в эту секунду там не хотела, или что-то ей показалось. С дочкой со старшей бывает. Вот так же и в марафоне, с большой семьей своей, тоже выясняем иногда отношения. В общем, там и живу. У меня еще два эфира вечером. Вот, и да, еще минут 15 я вам уделю после розыгрыша. Обязательно поболтаем. На Занзибаре были? Ну да, Занзибар шикарный. Блин, у меня пост готов, надо вам загрузить про Занзибар, про отель. Почему надо? Потому что на Занзибаре есть такая интересная история, если неправильно выбрать отель, он может быть 5 звезд и хороший отель, но если там отливы происходят два раза в день, а они мощные, по 2 километра вода уходит. Представляете, то есть вы такие проснулись, такие подтянулись, о, океан, шикарный океан. Пошли, позавтракали в ресторан, подходите к океану, ох, пиздец, уже 2 километра как нет. И ушел океан, где он? Хер его знает, нет океана. Вот придет только через 6 часов. Вот поэтому, да, там надо места знать. А у нас отель был, где отливов практически не было. Именно около нашего отеля отлив там несколько метров, туда-сюда, незаметно. Проходишь 200 метров вправо, там вода поднималась на 3 метра сразу вверх. То есть, ну, там это такое интересное дело, хотя там океан тихий, там нет огромной волны, как на Бали. Вот мы на Бали сейчас с девочками улетаем, 28-го. Если есть желающие, присоединяйтесь, пишите мне в WhatsApp, возьму вас в группу. У нас, правда, уже она как-то сформировалась. Вот, но тем не менее, возьму в группу и полетели на Бали. Сейчас я вам про Бали расскажу. Крутим. Так, у нас третья сумка хамелеон, да? Вот так и будем. Третье слово хамелеон. Я кручу. Экран видно, что он крутится. На третье слово хамелеон я остановлю рулетку и выберу победителя. Спасибо. Футболку в Анапе, по-моему, купила еще лет пять назад. Спасибо, девочки. Ну что, на третье слово хамелеон. Раз, хамелеон. Два, хамелеон. Три хамелеон, сука. Чего-то там, 2008. Извините, что я вас так прочитала. Вот сюда надавим. Д. Не открывается. Наргиза. Девушка Наргиза. Сейчас проверим, насколько она соблюдала условия. Ну, извините, что я ваши ники читаю. Так я не сразу могу. Подписана ли она на магазин? Вот на Вовченко-шоп она подписана. Вообще молодец. Можно прям сразу уже давать. Но нет, буду. Будем соблюдать все условия розыгрыша. Так, так, так. Где среди всех магазин нужный? Вот сейчас немножко расскажу вам про Бали. Только определим третьего победителя. Нет. Нет. Пока не вижу. Сейчас поищем еще. На Вовченко подписана. Какая молодец. Так, не нашла. Сейчас придется еще раз мотать. Десятый телефон. Десятый, восьмой. С чего музыка играет? Из Самсунги. Много телефонов, потому что каждый марафон. Планшет один вообще навернулся. Все, не выдержал работы со мной. Со мной не только люди не могут работать. И техника тоже. Сабелина. Вот черная аватарка. Магазин. Да. И третья сумочка, хамелеон, отправляется в Наргизе. Де Наги. Вот, девушка Наргиза. Я вас поздравляю. Вам уходит третья сумочка, хамелеон. Волну сменю. Кеша, не шуми. Мать, когда разговаривает. Да. Марусь, давай сюда. Ну не, у меня все по чесноку. Все розыгрыши я люблю, чтобы были чистыми. Потому что, ну, зачем мне это надо? Итак, девчат, минут десять еще с вами посижу, пообщаюсь. Ну, еще будут розыгрыши. Не переживайте. Еще будем разыгрывать и сумки, и что у нас там были. Путевки какие-то намечались на лето, еще что-то. То есть вы следите главное. Да. Следите за розыгрышами. У меня они всегда честные, чистые. Поэтому все победители через мой директ, я их оповещаю о победах. Вот. И у меня такого приветствия. У меня было ни разу, чтобы... О, звезда поет. Молодежь, кто там не слышал Таню Буланову? Вот, оцените. Ольга, привет. Оцените. Гениальная просто певица. Потрясающая. Яки мой цвет, ци-ця-писи мне, ци-ци-ри-ци-ци, ци-ци-ри-ци-ци. Охеренно поет просто. Вот. И зато они имеют право осуждать новых певиц, которые сейчас поют. Ночной эфир. Девочки, я думаю, что проведу на, скорее всего, или воскресенье, или на следующей неделе. Пока не могу с вами нормально посидеть. Вот, по поводу этих бали. 28 апреля улетаю я с детками, с группой на бали. За хештегами. Вот, на йога-тур. Будем там мы с девочками 10 дней. 10 дней это без перелетов. Ровно до 10. Мы прилетаем 29 апреля и улетаем 10 мая. Если есть желание, присоединяйтесь, пишите мне ватсап. Нет, не буду писать здесь, а то мне сейчас там все страны мира начнут писать. Привет, как тебя зовут? Там и все такое. Я тебя люблю. Вот, поэтому для русскоговорящих я проговорю телефон. Плюс семь девятьсот шестнадцать. Семь девять девять шесть четыре три четыре. Это ватсап. Напишите мне ватсап, если у вас есть желание лететь на бали. Можно полететь с мужем, можно с детьми полететь. Можно сама полететь. Улетаем мы уже 28-го, через полторы недели буквально. Вот, и прилетаем, возвращаемся мы 11 мая. На все майские праздники полетим. Парни, извините, да, мальчики, простите. Я все время забываю. У меня просто в основном девчонки, 80% девочки, поэтому я немножко туплю. Да, меня это трезвить иногда. Спасибо. Привернулась с Африки. У меня акклиматизация до сих пор уже две недели идет. С бали у меня, кстати, то же самое все было. И нос, и горло также две недели болело. Ну, акклиматизация еще. Плюс к тому же прилетела у меня перепад идет погоды, давление, и переход с зимы на весну попало. В общем, вообще веселуха. Болит правое колено. Что делать? Я же не знаю причину, почему заболела. Ну да, вот вы соскучились, а мне розыгрыш как раз провести. Сколько по деньгам? Вы знаете, по-разному есть. Мы летим в отель «Три звезды», и там на момент... Мы в основном большинство их приобрели себе туры до того, как доллар прыгнул. И это обходилось, по-моему, что-то около 80 тысяч за тур. Но это без дополнительных... То есть смотрите, там идет 80 тысяч тур, плюс 20 тысяч за 10 дней мне. Это 2000 рублей в день за тренировки, ну и за все остальное, за организацию. Выйти в купальники в эфир, но я попробую с Бали выйти в купальники. Девочки, цена, можно звонить. Вы мне напишите ватсапом, я вам дам координаты, или вы можете искать через букинг. У меня девчата искали, потому что кто-то летит из Германии, кто-то из Санкт-Петербурга, кто-то из Краснодара, из Ростова, из Москвы. Все это всюду летят, с разных стран. И цены у всех разные. Вот, операторы, разные туроператоры. Я вам все координаты дам, я за сам тур никаких наценок не делаю, только за тренировки. Все, поэтому подстриглась. Ну так, да. Чуть-чуть хочу отрастить и цветом каким-нибудь бомбануть. Добрый день. Да нет, не обязательно все вместе лететь. Если там какие-то фобики у нас появились, без проблем вы можете со мной лететь. Вылечу от фобии хотя бы. Вы будете зато 100% знать, что с вами есть человек, который вам поможет избежать панических атак во время перелета. И возможно, это и будет хорошим лекарством от всех фобий. Потому что когда-то начинать надо. Да, вот, кстати, девчат, насчет нового марафона. Этот марафон у меня до 1 мая. И следующий я планирую делать, скорее всего, сделаю в середине июня для беременных, для беременняшек. Потому что я уже год обещаю, как попугай мой Кеша, чирикаю, да-да-да, сделаю, сама что-то не делаю. Вот, надо как-то слово держать и сделать для беременняшек. Тем более, если у честь, сколько у меня беременных за все марафоны были, особенно от первого считать, они уже мамами стали. Вот, победитель, первый победитель последнего марафона 6-го тоже беременная. То есть у меня какой-то такой залетный марафон. И мне за год марафонов, за 7 марафонов можно уже делать смело марафон для беременных. У меня там будет их много, наверное, потому что много беременных девочек у меня за марафоны. Вот, и буду обязательно, конечно, делать для них марафон. Это будет у меня в середине лета. Кстати, туда могут присоединиться и те, у кого есть проблемы с сердцем, у кого есть проблемы с суставами, потому что нагрузка там будет небольшая, очень мягкая. Я для себя хочу еще приобрести накладной живот, чтобы в определенных упражнениях не забывать про то, что он есть. Где, куда, как ногу поднять. Потому что одно дело образование. Я же являюсь еще и йога-инструктором для беременных женщин по перинатальной йоге. И что такое фитнес для беременных, тоже знаю, так как сама тренировалась. И что такое быть беременной женщиной, когда увеличивается кровь в организме, одышка появляется и ноги, этикат. Это я тоже все знаю. Поэтому хочу сделать марафон. А что думать, забейте в Яндексе по анализам, сколько должно быть лейкоцитов. И у вас же вы должны понимать, что они могут прыгнуть немножко, если вдруг неправильно был сбор анализа, или же там простывшая была, 2-3 дня сопли были. Тоже лейкоциты запросто могут прыгнуть. 37 будет мне в этом году уже 37. Надо быстренько беременеть, да. Но у меня девчата в основном я буду брать уже со второго триместра, у кого 3 месяца беременности. Потому что до 3 очень тяжело тренироваться. И это самый опасный триместр первый. Накладной живот мне малышку принесет? Да ну у вас типом вам на язык, Виктория. Нет, это конечно замечательно, но я сейчас не готова становиться опять матерью. Да, если подколенные связки болят, вот бинт. Для тех, кто девочки, вот вам лайфхак, пожалуйста. Просто я в этой комнате в марафоне веду йогу, тренировки, поэтому у меня все под рукой. Если у вас нет возможности купить на коленике, девочки, смотрите, спортсменочки. Девочки, я все там посчитаю, подумаю, сколько будет стоить, сколько будет идти марафон, как я его буду организовывать. Ангелы мои, у кого есть проблемы с коленными суставами, но вы хотите дальше тренироваться и не знаете, что уже делать? Во-первых, да, конечно, приседы, когда делаете, не забывайте про книжки под пятки. Вот такие вот две книжки, желательно одинаковых. Не выше, выше не надо. Во время приседа ставите вот так под пятки. Видите, у вас нога получается на маленьком каблуке. Собственно, вот так и выглядят кроссовки для приседов специальные. Вот, выпады, приседы делаете вот с такими книжками под пятками. И не забывайте, что нужно укреплять коленный сустав или наколенники. Они стоят 400-700 рублей в спортмастере, можно купить где-то в ортопедических магазинах. Но это дороговато. Можно еще в аптеке купить эластичный бинт, он стоит рублей 40-60. И вот так снизу вверх, не сильный, не туго, только сильно туго мы не наматываем. Снизу вверх, на коленный сустав, эластичный бинт. Вот таким образом и две закрепочки идут тоже в комплекте. И тренируйтесь вот в таких вот наколенниках, потому что, ну, если у вас есть такие проблемы. Во-первых, не забывайте про то, что можно пропить курс для суставов. А во-вторых, тоже берегите свои коленки. Можно быть героиней, там прыгать, с ума сходить во время тренировки. Да, ангелы мои, все разыграли. Быть крутой там, вот, и все такое. Но, понимаете, в чем дело, ну, надо беречь себя тоже. Да, меня камера по-разному видит. Сейчас свет включи, буду на 5 килограмм больше. И поставь свет сбоку, буду еще уже. Это всего лишь так свет меня сейчас видит. Камера так передает. Панические атаки что делать? Тошнит. Смотрите. Хорошую вам технику на дыхание. Делайте вдох. Начните, например, с 5 секунд. На 5 секунд делаем вдох. 5 секунд держим дыхание. И медленный выдох. Следующий вдох делаем на 6 секунд. Держим дыхание 6 секунд. И выдох. Следующий делаем 7 секунд вдох. Медленно и спеша. То есть, 1, 2, 3, 4. Вот такой вдох. До 10. 10 секунд уже довели. 5 секунд. 6, 7, 8, 9, 10. На 10 секунд довели дыхание. 10 секунд поддержали дыхание. И на 10 секунд сделали выдох. Это очень хорошее. Можно с кистой, можно. У меня девочка сейчас написала. Марин говорит, я такая же счастливица, как многие у вас в марафоне. Пошла на обследование, у меня исчезли кисты. Эти были, воспаления. Киста и еще что-то у нее было. То есть, работает? Знаешь, марафон работает. Девушка-кадывкашка ничего не поняла. Что вы имели в виду, если честно. Я не всегда понимаю, что вы пишете. В июле, скорее всего, будет... Нет, в июле я сделаю йога-марафон. Может, там будет у нас кардио чередоваться. Но сделать... Хочу сделать не две тренировки в день, а одну в день, чтобы можно было находиться в движении. То есть, если я буду весь день куда-то ехать, планирую с детками за рулем, прокатиться, путешествовать летом. Они у меня уже большие. Можно с ними на машине смело путешествовать. Везде кругом. Вот. И как-то... Ну, чтобы... Сейчас. Чтобы оставаться в движении, вам марафон вести. Вот. Чтобы оставаться в движении, сделаю одну тренировку в день. Может, и тогда и будет марафон. Чтобы сама я тренировалась, не халявила. Халявила. Спасибо. Вот. И чтобы вам тоже был марафон, чтобы было чем заниматься. Сделать, например, день силовая, день йога, день силовая, день йога. Панические атаки. Девочки, надо понимать, откуда ноги растут. Панические атаки просто так не появляются. Что... Вот, во-первых, напишите... Есть такая замечательная техника написание истории от лица панической атаки. Да, Чеги Вара. Вот. Когда вы от лица панической атаки пишите историю. Когда вы появились? Как вас зовут? Зачем вы нужны своей хозяйке? И в каких вы сейчас отношениях со своей хозяйкой? Вот. Почитайте потом эту историю. Вы там много ответов найдете. Мама, дочь будет 19.00, девочки. Ну, вот я, да, думаю так. Сделать такой марафон, чтобы он душевненький, легкий был, без надрывов. Как сестра после операции. Светочка? Отлично. Уже счастливая тут. Уже тренируется. Она сегодня вечером на йогу приедет. Они приезжают с Катюшей ко мне на йогу вечером, когда у меня в марафоне идет эфир. Девчонки ко мне приезжают, мы тут тренируемся. Катя под елкой. Не поверите, я сейчас вам ее покажу. Вот она, моя новогодняя елка. Она до сих пор стоит. Мне ее уже, если честно, даже жалко убирать. Я уже к ней привыкла. Грыжа на пояснице, седалищный нерв, защемление. Йога. Поначалу йога, я сразу, когда у меня в марафон приходят, говорю, девочки, у кого совсем лишний вес, есть какие-то противопоказания или какие-то серьезные там боли, колени, спина. Начинаем с йоги. Неделю с йоги, а потом потихонечку входим в новый режим и добавляем немного кардио, силовых. Нормальная рука, если честно. Делала снимок позавчера. Все на месте. Также осталось легкое смещение, как и было, но его лучше уже не могли сделать. Еще немного широковато она. Вот потихонечку разрабатываю. Работает, но особо не крутится. Ну потихонечку, каждый день лучше и лучше работает рука. Напишу интересную статью про руку, потому что у меня, оказывается, в подписчиках много поломашек, как и я. Эфир идет 30 минут, через пару минут уже пойду. С дочкой хотела съездить. Спасибо. Вот, поломашек, оказывается, много, поэтому напишу, как я делала, как вообще весь этот процесс проходил и восстановление, потому что, когда я сняла гипс, у меня рука вот так, как деревянная встала и не шевелилась вообще никуда, не хотела ничего делать. Хорошо, что хоть пальцы немножко были свободны, работали. Да, Кань, я тоже думаю, что мне эту елку... Нет, а зачем скоро? Мне праздник, у меня Новый год каждый день. Люди ради Нового года там, ждут его. А у меня он каждый день, этот Новый год. Марина У. Ау, ау. Дайте ссылку на магазин. На какой, девчат, на какой магазин дать вам ссылку? Следующий марафон будет для беременных в июне, а в июле уже сделаю такой лайт-марафон, может даже на месяц, но сделаю с одной тренировкой вечером, буду чередовать силовак и йога, растяжка. Как скинуть вес при раке? Ну, дело в том, что у вас же сейчас идет, что, гормонотерапия? Пока никак, время. У меня была девочка на Кипре, которая прилетала, у нее сколько, то ли 70, то ли 80 метастаз было в головном мозге, и доктор сказал, что вам осталось два месяца, она, причем через два месяца, после того, как доктор диагноз поставил, прилетела на Кипр, выглядела. Помните, Маришка, я вам найду ее фотографии сейчас новые, как она изменилась с позапрошлого года. Вот, и мало того, что она сейчас себя очень хорошо чувствует, она и выглядит совершенно иначе, и причем ей наш доктор в Москве говорил, что все, вам два месяца осталось. Она прилетела, говорит, а что мне, говорит, все равно помирать, блин, с нами вечером, и с бокальчиком вина посидит, и утром на тренировку придет всегда, и на силовую, и на йогу, и на закат с нами пойдет, встретит, подышит, немножко позагорает, говорит, господи, что там уже, прилетела в Москву обратно, все у нее пошло в лучшую сторону, в рецидиве сейчас, и чувствует себя замечательно. То есть, ну, тоже у нее был такой хорошо лишний вес, волос практически не было, это ладно, там у меня они густые, вот так вырастают, а после химиотерапии они же вообще тут, ну, клочками есть, нет, ну, ужасно выглядят, лучше уже сразу нагло бриться, вот, и не напрягаться. Вот, ну, я сама ей уколы делала, говорит, поставишь, я говорю, давай поставлю, что делать, надо так надо. А у нее с собой в сумочке всегда были уколчики. Можно, дочке 5 лет киста, можно тренироваться, особенно в йоге, в марафоне, который будет для беременных, вообще можно всем принимать участие, там будет абсолютно легкая нагрузка, тем, кому даже нельзя, когда сказали уже все нельзя, даже вам можно будет, потому что это будет нагрузка для беременных женщин. Это будут, если и работа с гантелями, то с маленькими, даже вот это, большие по килограмму, будем работать сидя, если это бицепсы, трицепсы, то сидя, также будет йога легкая для беременных, она абсолютно другая, вот поэтому, ну там будет нагрузка мягкая, но она будет, для того, чтобы не было вот этих вот, знаете, ну сама три беременности, мне было очень тяжело, когда мне с Верочкой пришлось лежать, там, две недели вообще под капельницами не вставая, а потом, получается, три-четыре, где-то до пятого месяца, я как, этот, как он, как крустальная ваза передвигалась. быстро похудеть, не так, почему, потому что это даже плохо и вредно быстро худеть, что будет с вашей кожей, если вы быстро похудеете, она просто и обвиснет, и сразу лицо обвиснет, постареет, ну зачем оно вам надо, Москва, привет, да, я снимаю, сняла уже неделю, как вот лангет надеваю, снимаю, разминаю руку, делала снимок, все там нормально, жить буду, сказали, слава Богу, как лечить исключительное состояние, ну кто, кто его знает, ветеранам, Анечка, конечно можно, почему бы нет, я чуть позже информацию о марафоне вам дам, Чечня, тоже привет, по психологии марафон, только по психологии будет сложно, потому что психологию, тоже каждый день же нельзя, ее и так как я, три раза в неделю тоже много, но я просто хочу за месяц дать максимальной информации и поработать с девочками, а так, ну марафон по психологии, понятие растяжимое, можно делать какие-то тренинги по психологии, например, прям по темам, раскидать их, у кого там отношения личные, у кого самооценка, проблема, у кого зависимости есть, это у меня следующий эфир будет в пятницу, вот, у кого, ну, игроманы там, сигареты, наркотики, алкоголь, ну, вот все зависимости, которые существуют, со зависимости даже от людей, это такая же самая зависимость, как и от наркотика, поэтому будет у меня в пятницу этот эфир, вот, как финансовые потоки открыть, да, бывает, прошлую пятницу был эфир, Владикавказ, привет, летом у вас буду, хочу в Грузию на машине, поэтому буду ехать через Владикавказ, вот, возможно, соберу семинар у вас, да, у меня все роды были естественные, нет, мне никто не помогает, по дому у меня есть помощница, которая порядки наводит, вот, а так, Светочка у меня в марафоне набирает марафон, ну, все, не знаю, как, до ночи сижу, посты пишу, да, сделала ногти, у меня девочка есть, классная мастер в Королеве, но она потрясающе делает маникюр, я первый раз, когда доверилась вообще сделать шелак, это она, помните, я с гипсом писала в сторис, девочки, отзовитесь кто-нибудь, кто приезжает, она мне пишет, Марин, у нас вообще выезд на дом, ну, у нас редко бывает выезд на дом, ну, к вам приеду, вот, приехала Катюша, и мне с гипсом, когда я даже пальцами пошевелить толком не могла, она мне делала маникюр, поэтому, если что, я вам контакт от Катюши, и дам, где ее в Королеве, можно найти, приехать сделать маникюр, ну, и за хорошую, там, у нее сколько идет, по-моему, пять тысяч выезд, вот, можно сделать на дому, кто у меня мамочки, в Королеве, на районе тут живет, вот, шикарно делает, честно скажу, девочки, очень шикарная, она умница, руки волшебные у Кати, Напа, привет, спасибо, Выборг, привет, тоже там было давно, как-то было, я по Королеве живу, Грозный сити отель, это в Грозном, я так понимаю, но я пока в Чечне уже не планировала, я собиралась в Грузию, сын в армию ходит летом, в мае в марафон, а у меня в мае нет марафона, девочки, как быть с мужем Альфонсом, пинка ему под зад, нет, если он вас устраивает в постели, вам больше ничего от него не нужно, то принять, простить, ставить все как есть, вот, если все надоело, ну, пинка под хвост, пусть гуляет, идет дальше, чебоксары, привет, да, в мамочках, и в Одессу, ну, посмотрю, может, и до Украины доеду, я, как сказать, бешеной собаке, стой верст, не круг, я же на машине много путешествую, да, на дому выезд, ну, или ехать к ним в студию, Верочка в детском саду, потому что у них работы, понимаете, там в чем дело, откуда цены вообще растут, если работы много, то, собственно, если девочки работают хорошо, у них своя уже клиентура есть, и работы, в принципе, достаточно, то смысл ездить по пробкам, по домам, когда ты можешь за время в дороге, еще, как минимум, одного клиента принять, правильно, поэтому цена растет, тут, ну, как всегда сервис, особенно если на дому, он дороже, чем сама едешь, всегда так было, и всегда персонал, там, домработница, нянечка, сиделка, она всегда будет вам обходиться намного дороже, чем, ну, водитель персональный, чем, например, водитель автобуса или троллейбуса, он херачит, извините меня, по 12 часов, а у него зарплата в 15-20 раз меньше, чем у личного водителя, хотя он работает, ну, чем водитель там троллейбуса, хуже работает, там, работа адская, правильно, вот, а зарплата мизерная, вот, поэтому, ну, персонал всегда дороже, да, оно, наверное, так и должно быть, как лечить анемию, ангелы, дело в том, что я же, как доктор, вам не могу сказать, там, препараты какие-то прописать, если она уже есть, то, разумеется, медикаменты нужны, то, что касается психосоматики, в первую очередь, это, Филатова, добрый день, вот, все, что касается, я своих по аватарке узнала, Филатова, по аватарке, у меня память фотографическая, фотографа, я могу имена не помнить, но номера телефонов, номера машин, и образ, картинку, я всегда запоминаю, как фотограф, а с именами у меня топографический кретинизм, вот, я не могу вам, как доктор, написать там, какой-то рецепт дать, на препараты, нет, не могу, что-то, что у меня в жизни было, я могу рекомендовать, но я зато знаю, как обойти, например, с психологической точки зрения, и не попасть на грабли два раза, ну, вот, как у меня, например, с этой рукой, да, хотя я уверена, что я могу опять попасть с этой рукой, почему, потому что я не могу с собой бороться, вот, это вот, мужика, маленького Наполеона, и себя вытащить не могу, ну, что могу с собой сделать, ну, вот, куда мне, вот и буду, то гвоздем пробила, тоже левую ногу, то вот тут у меня шрам, прям, въехала в железку, балку торчащую на пляже, то руку поломала, ну, все у меня по левой стороне, что я сделаю, да, заметила, вас заметила, лол, у меня уже, даже дети так не выражаются, лол, это уже устаревшая фразочка, и уже никто не пользуется, что-то новенькое, думайте, Брест, привет, как справиться с агрессией мужа, на моего ребенка, ребенок от первого брака, ага, нет, ребенок от первого, просто придирается, шесть лет, так у мужа, может, не проработанный сам, если у мужа были такие отношения с его родителями, так вы думаете, кого мы копируем, своих родителей, свою жизнь, как нас воспитывали, так себя и ведем, и при этом мы себя убеждали, нет, я никогда не буду такой, я никогда не буду таким, и мы все равно идем по стопам родителей, и редко кто может себя поменять, и быть другим, когда вы правда вовремя на это внимание обращаете, вы еще можете как-то откорректировать свои действия, а так, ну, извините, от тосинки не родятся апельсинки, что делать, если нет фигуры, делать фигуру, заниматься, у меня очень много вопросов, Марина, Терек завален, Марина, ну подскажите, ну спасите, я после родов так сильно изменилась, как-нибудь, я могу вам прислать целый комплекс упражнений, но это же не говорит о том, что я вам покажу, там два приседа, даже 32 варианта приседов, как качать пресс, и как бегать, и все остальное отжиматься, и вы это будете делать, это режим, нужно каждый день тренироваться, каждый день уделять внимание себе, следить за питанием, выполнять упражнения, не пренебрегать банями, ну, я имею ввиду банька, массаж антицеллюлитный себе делать, также в душе можно, и скрабирование делать, и душарко тот же, все это в комплексе работает, если вы будете над собой работать, прям локально, направили, у вас цель, изменить себя, поменять фигуру, похудеть, вы себя поменяете, вы похудете, но если только смотреть на то, как другие это делают, поверьте, у вас волшебства не произойдет, херачить, как баба-конь надо, чтобы себя как-то изменить, ну, я вам так скажу, что когда вы себя меняете физически, у вас очень много, что вообще в жизни меняется, и мировоззрение меняется, и отношение к вам меняется, оно меняется к вам, и вы начинаете себя по-другому чувствовать, когда на вас больше внимания уделяют, да, сумки разыграли, когда вам комплименты говорят, вы уже начинаете расцветать, у вас появляется уверенность, у вас уже осанка появляется, плечи расправляются, сутулость вот эта вот, зажатость уходит, вы уже чувствуете себя королевой, богиней, понимаете, уже все, по-другому по жизни идете, но для этого надо пахать, да, я обычно планирую день, если у меня вдруг какой-то форс-мажор, я видела Риткин ролик, да, вот, если есть какой-то форс-мажор, и какие-то новые дела в день случайно появляются, приходится что-то двигать, потому что по Москве передвигаться в пробках адовых, это трэш, не найдешь декрет, так развиваться можно в интернете, развиваться, расти так же, какие-то уроки, занятия брать, можно с детками сидеть дома, и дальше развиваться, продолжать, как у меня произошло, собственно, так, тучи налетели, прям темно стало, как у меня так и произошло, я с детьми сидела дома, вела свою страничку в инстаграме, писала тексты, каждый раз тексты увеличивались по длине, по содержанию, и вот, вот, вот я и блогер, так и получилось, спасибо, девочки, есть приложение, йога Вовченко, сейчас на платформе андроидов, есть сбой небольшой, там немножко доработки у меня идут, а на айфонах без проблем, верну, Наташ, верну, как выйду из эфира, верну вас, добавлю обратно в марафон, кто я по образованию, тренер, йога-учитель, психолог, это то, где я именно проходила профессиональное обучение, хочу шпагат, ну, над шпагатом работать надо, я вам так сказала, что булки, сделать себе орехи круглые, немножечко легче, чем на шпагаты съесть, не могу забеременеть, у нас, ну, напишите, там, дело в том, что одним сообщением не обойдется, дело в том, что беременность, это же, если вас проверили уже и сказали, то, что, нет, есть два варианта, говорят, все абсолютно плохо, вы 100% бесплодны, у мужа неактивный сперматозоид, у вас все спит, яйцеклетка спит, спайки труб, киста, и пошло-поехала кривая, там, шейка матки, матка тоже, в общем, все плохо, у вас вообще оказывается несовместимость, вот, с вами еще можно работать, у вас есть еще 99% того, что вы без проблем забеременеете, но если у вас были операции, где удалили там какие-то детородные органы, то, конечно, там уже, ну, я, я, хочу быть настолько волшебной, но это, ну, реально же надо на вещи смотреть, там бесполезняк, вот, а если вам вообще поставили диагноз, без особых диагнозов, по здоровью вам сказали, все, у вас отлично, все хорошо, просто вы несовместимы, то там 200%, что вы забеременеете, все, все наши тараканы в голове идут, на 100%, да, добрый день, девочки, можно в личку, только я вам сразу скажу, что такие банальные вопросы, которые, ну, я-то вижу, я понимаю, для вас это серьезная тема будет, когда вы будете мне писать, а я вижу, что там серьезности ноль, и больше желания пообщаться, я не отвечаю, или же я вижу, когда вопрос накипает, одна написала с этой темой, вторая, третья, четвертая, я беру, эту тему поднимаю, и пишу уже пост на эту тему, вот, и то, что касается детей, надо, во-первых, посмотреть, хотите ли вы, ответьте себе на вопрос, хотите ли вы стать мамой, потому что часто страх стать матерью, страх к беременности, страх родителей, вы вообще выносить или не выносить ребенка, страх родить здорового, ребенка, останавливает вас на беременности, вы ставите себе блок на беременность, если у вас присутствуют эти страхи, вот тут они, раз, чипы такие стоят, я боюсь, что я не выношу, я боюсь выкидыш, я боюсь замершую беременность, я боюсь, что у меня ребенок будет больной, я боюсь умереть после родов, я боюсь вообще рожать, вот эти вот все блоки, которые вы себе вот так поставили, в своей голове, они вам делают блок на беременность, и вы сами этого не осознаете, вы же не можете хотеть не беременеть, правильно, вы случайно себе эти блоки поставили, это просто надо проработать, осознать, откуда, прям на уровень осознания вы видите, откуда у вас эти страхи, есть ли у вас пример с мамой, были ли там смертельные какие-то случаи с детками, или может быть вы видели, как подруга там беременна умерла в роддоме, а ребенок остался, или у кого-то у сестры замершая беременность, а вы на себя перекинули всю эту информацию, и с ней теперь живете, вот и считаете, что у всех так будет, надо тоже понимать, а почему у нее была замершая, а все ли у нее хорошо с мужем, насколько она уверена в своем муже, насколько он ее готов содержать, обеспечивать свою семью, то есть если у нее были какие-то неуверенности, неуверенности внутри себя, какие-то возникли конфликты, и она, ну действительно у нее страх появился перед беременностью, перед родами, а куда рожать, квартиры своей нет, живем со свекрухой, с которой плохие отношения, вот это все могло действительно тоже привести к замершей беременности, она сама не осознавала, что она делает, поэтому и говорят, девочки, выключаем мозг, вообще полностью, прям на 100% отключаемся и беременем, и точно так же с отключенным мозгом вынашиваем беременность, у нас только одна мысль, только одна нормальная здоровая аффирмация, я женщина, я хочу родить здорового ребенка, я рожу здорового ребенка, потому что меня природа наградила таким волшебным даром, все, понимаете, ничего другого быть не должно у вас в голове, а мы же, как вот тоже удивляются, почему какие-то алкашки, какие-то наркоманки рожат, они головой думают, у них там нет, они не то, что не думают, у них просто ничего нет, чтобы думать, они все время живут в неосознанном состоянии, они все время убегают от реальности, вот что алкашки, что наркоманки, при этом у них часто дети, да, у них бывают отклонения внешние, визуальные, то ушки большие у деток, то с зубами проблема, то есть ребенка, в принципе, можно определить, вы только сейчас на себя этот одеяло не тяните, вот если у моего ребенка кривые уши, значит, я наркоманка или что, я сейчас говорю простые вещи, которые уже многие давно знают, и поэтому информацию воспринимайте, не буквально на себя, а просто воспринимайте информацию, вот, и такие дети действительно можно четко сразу выделить, где ребенок алкоголика, где ребенок наркоман, они действительно отличаются, вот, но они при этом, в принципе, вот так, если взять чисто физически, здоровые дети, ну, а мама, она неосознанно забеременела, она неосознанно вынашивала эту беременность, пять выкидышей, как тут без страха, вот теперь задумайтесь, почему у вас эти выкидыши, что, какой страх вас, держит, вот, например, ребенок не удерживается вас, ну, пять выкидышей, ребенок вас не удерживается, что вас сразу надо копать в отношениях с мужем, что в отношениях с мужем, была ли у него до вас жена, женщина и дети в другом браке, завершил ли он отношения с тем браком, если не было, покопайтесь уже в своей семье, были ли у вас от мамы такие слова, как, ты нам в подоле еще принеси, я сейчас конкретно, вот у кого пять выкидышей было, ты нам только в подоле не принеси, там, еще есть классическая фраза, как же, ты себе еще мужика найди, детей роди, потом поговорим, сама матерь устань сначала, то есть, вот это вот от мамы, оно напрямую передается, прям напрямую на сто процентов, раз и зафиксировалось, вот это работать, один-два сеанса у психолога, и все, больше вам, поверьте, это такие легкие истории, три до брака и два в браке, все желанные беременности, ну, три до брака понятно, почему, а теперь два после брака, ну, после того, как вы официально заключили брак, надо понимать, что у вас зафиксировался этот страх, а до брака у вас, почему выкидыши были, я же вам так и сказала, какие отношения у вас с мужем, то есть, вы пока были не в официальных отношениях, у вас был страх будущего, страх перед будущим, а вот я сейчас забеременела, а мы с мужем, то, кому он мне еще ничего не предложил, то есть, вот вам нужно проработать вот этот момент, который появился до официального, официальной регистрации брака у женщины, вот у вас, у кого пять детей было, пять беременностей замерзших, выкидышей. Вот умничка, правильно, дочечке восемь лет, не сдавайтесь, потому что проработали себя, все у нас в голове, вот поставилась и новую установку, и все, еще есть момент, надо посмотреть, что у вас в родовой системе, может, что-то в родовой системе, тоже история какая-то есть, вы ее повторяете. Вот и час у нас пролетел, пять минут осталось. Советую, что почитать, есть Дэвида Майерса, социальная психология, очень хорошая, и Луиза Хей очень классно пишет. Ну вот, смотрите, дума о ребенке, а зачем о нем думать, о ребенке? Забеременела, и все, что вы о себе думаете? С ребенком все будет отлично, с мамой будет все хорошо, и с малышом будет все хорошо. ПОВЫШЕННАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ Надо пост вам, наверное, написать, у кого панические атаки, фобии, тревожность повышенная. Да не ходила к экстрасенсам. ПЛОСКОСТОПИЕ Второй стадии, 18 лет. Ортопедические сельки, у меня тоже есть плоскостопие в широком пучке, и мне мой филиболог сказал ортопедические сельки. То есть, как там еще лечить? Все. Там же нет таких вот операций никаких. Просто стельки подбирайте себе, и все. В каждую обувь. Если вы в Москве, я дам вам... У меня в сторисе частенько же давала информацию, где я училась, там и замечательные психологи. Потому что я пока личной консультации не даю. Я физически не могу разорваться настолько сильно. Отличные дела у меня. Луиза Хей. Вот так хорошо про болезни пишет Луиза Хей. Про булимию тоже. Надо понимать, что булимия и... Ну, собственно, анорексия и лишний вес, это же что? За что себя наказываем в первую очередь? Вот за что надо подумать? Что вас не устраивает? Где разочаровались? Откуда разочарование в жизни, что надо заниматься самобичеванием? Железо как повысить? Подсказать психолога. Девчат, две минуты осталось. Да, я сохранюсь сейчас. Две минуты осталось, я просто не успею. Там много информации надо будет дать вам. Мысли на 100% материальные. Прямо на 100%. В ладошках судороги... А, в лодыжках судороги ноги. Ноги что такое? Ноги несут нас по жизни. Вот что у вас с основой вашей? С ногами что? Вот тут тоже в движении. Насколько вы хорошо, надежно стоите по жизни? Есть ли у вас уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне? Храп. Ну, про храп я смотрю много. Надо прям писать вам статью про храп. Сейчас отмечу себе, напишу вам статью интересную про храп. Казахстан, привет. И вам спасибо, что были со мной. С храпом уже что делать? Я вам напишу. Храп же тоже не просто так. Я сейчас про психосоматику, про психологию. Не про врачебные там всякие истории. И не про препараты. Не про лекарства говорю. А куда копнуть и как проработать? Напишу вам. А, вот оно что. Вы думаете, что с появлением ребенка жизнь сильно изменится? Вот это, кстати, тоже может приводить к бесплодию или же к потере плода на ранних стадиях. А жизнь не то, что поменяется, а кардинально поменяется. Причем в лучшую сторону. Вы не представляете, насколько она станет насыщенной и яркой, эта жизнь. Насколько вы заново будете проживать детство, в свое детство возвращаться. Заново любимую школу. Только вы на нее будете по-другому уже смотреть. У вас заново будут все эти переживания, что были у вас с вашим ребеночком. Это кайф на самом деле. Я с тремя детьми кайфую. У меня прям с ними, прям, знаете, я с ними возвращаюсь в то состояние. Это такое очень ресурсное состояние детства. И я, видимо, оттуда и беру свою энергию. Страх, почки резко могут болеть. Сохраню эфир. Да, осталось 30 секунд эфира. К сожалению, час пролетело. Мгновенно. Прямо моргнуть не успели. Сумки разыгрались за 10 минут. И 50 минут поговорить, это знаете как. 81 год рождения у меня. Спасибо, девочки. И я вас люблю. Все, до следующего эфира. Темы запомнила. Сейчас буду конспектировать и напишу вам на днях. Статьи интересные. По храпу в том числе. И вам отличного дня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok